Относительно предсезонных встреч с болельщиками, вот тот формат, который в этом году был, наверное, он уже немножко устарел. Сейчас большинство клубов делают какие-то концерты, устраивают где-то на больших площадках в городе, презентации команды. Тот же там трактор 30 тысяч болельщиков собрал, Омск 24 тысячи болельщиков, не знаю, насколько там эти данные все правдивы. Но судя по картинке, действительно людей было очень много. Здесь в Ярославле, ну, тысячи две, наверное, пришло. Но вот такой зрительский интерес, почему, на ваш взгляд, может быть, упал к встречам с болельщиками? Есть ли, может быть, возможность на следующий год как-то расширить, сделать по-другому немножко, организовать? Тем более, что параллельно со встречей с болельщиками в Ярославле проходил пир на Волге. Например, большое мероприятие на стрелке, которое можно было попробовать объединить. Ну, это не большинство. Это всего два клуба. Что они преследовали, мы не знаем. Но мы согласны, что нужно что-то изменять. Не обещаю, что будут концерты там на площади. Ну, подумаем, что-то бы неплохо изменить. Привет! Салават обменивает СК защитника Никиту Зоркина, отдавая взамен молодого Филиппова. Прямо сейчас Уфимский клуб выигрывает эту сделку. Самое интересное событие 1 сентября – выйдет ли налет вратарь Иван Федотов из ЦСКА. От его решения зависит будущее лиги. Очередной турнир в КХЛ будет очень веселым. Несмотря на то, что вокруг все уверены, кто будет биться за кубок в финальной серии, не стоит придавать этому значения. Например, если мы окончательно поссоримся с ИХФ, то турнир покинут две команды, а это многое изменит. Но не будем о плохом. Впереди очень много веселья, красивых голов, локальных скандалов и интриг. С большими амбициями в сезон входят не только СКА и ЦСКА, но и Динамо с Локомотивом. Вероятно, что на Востоке, если все будет нормально, опять не будет понятно, кто попадет в плей-офф до самого последнего дня. Надо сильно меняться трактору в Металлургу. В НХЛ уезжают, но и в России десятки игроков, которые своими действиями привлекают болельщиков на арены. В каждой команде есть минимум 3-5 человек, за которыми интересно наблюдать. Лига улучшается, только не очень быстро. Организация делает все, чтобы у клубов были равные условия. Но за лето это не исправить. Надеемся, что будет много голов и сенсаций. То и другое привлекают болельщиков на арены. Правда, нет уверенности, что некоторым клубам нужны аншлаги и популярность. Но рано или поздно этих менеджеров сметят время истории. Всех с праздником! Настоящий хоккей начинается! Нападающий Павел Тютнев подписал двухлетний контракт с адмиралом, правда двусторонний. Значит, Леонид Тамбиев знает, что с ним делать. Лада отказалась от фратаря Никиты Богданова, которого им подарил СКА. А в Минске едет крепкий защитник. Мэдисону Бои 28 лет. Десять лет назад он был выбран во втором раунде Драфта Вашингтоном. И с этим клубом у него связаны самые лучшие воспоминания. Мэдисон стал обладателем Кубка Стэнли, правда при этом ни разу не сыграв плывов. Да и статистика в регулярном чемпионате была не ахтея. Ноль голов за 51 матч и всего 12 передач. Прогресса не было и в следующем сезоне, потому хоккеисты обменяли в Детройт. Затем последовали Чикаго, Ванкувер и фарм Монреаля. Игр в НХО становилось все меньше, а трясина АХО засасывала все лучше. Почему он уходил на уровень ниже, понятно. Не самый быстрый и креативный защитник с упором на оборону. Такими жертвуют в первую очередь. Но то, что не подходит НХО, вполне пригодится в нашей лиге. И белорусский клуб получает крепкого парня для второй-третьей пары. У квартального требования к защитникам простые. На статистику он не смотрит, а оценивает, как ребята разрушают и мешают соперникам забрасывать. В этом смысле Мэдисон явно поможет. В последний год он выступал в Залаваль. Провел 35 матчей и заработал лишь минус 3. Что для канадского клуба вполне неплохо. Куин Лунь подписал контракт с нападающим Иваном Лисиным, у которого поставленный бросок. Вот сейчас и проверим. И последнее. Михаил Варнаков и Михаил Анисин подписали полноценные контракты с клубом ВХЛ Норильск. К их физической форме, особенно к форме Анисина, большие вопросы. Ну и зрители нужны. Турнир в ВХЛ стартует сегодня. Матчем «Химик Югра». Повезло Воскресенску. До свидания. Семь-два. Ты как опытный человек, что в раздевалке скажешь? Ну развалились вообще. Ну давай то, что в раздевалке у нас было, мы оставим. Нет, уж говори. У меня камера уработает. Леша. Ну было в раздевалке. Бил кого-нибудь? Нет, я никого не бил. Ну, так играть, конечно, нельзя. Надо сейчас побыстрее забыть эту игру и готовиться дальше. Как бы забыть ее, как страшный сон. Это может быть не наш день, может быть не какая-то расхлябанность с нашей стороны. Сейчас можно говорить все, что угодно. И нехватка мастерства, и безобразная игра, в том числе и моя. Поэтому, как бы...